Латвия была полностью оккупирована нацистами в первых числах июля 1941 года. Это единственная из советских республик, оказавшихся в немецкой оккупации, была освобождена окончательно, полностью, 9 мая 1945 года. То есть полных практически 4 года, почти 4 года территории Латвии находились под немецкой оккупацией. Из примерно 90 тысяч евреев, проживавших в Латвии к началу войны, около 10-15 тысяч евреев успели покинуть, успели бежать, оказаться в Советском Союзе. За время немецкой оккупации было уничтожено более 70 тысяч латвийских евреев. С первых дней оккупации начался грабеж, издевательство и убийство евреев местными жителями, в основном латышами. В первую очередь этим занялись так называемые группы самообороны, созданные в первые дни войны. Среди них особенно активны были айсорги, члены военизированной националистической организации, бывшие полицейские, многие бывшие военнослужащие армии независимой Латвии, члены фашистской организации Перконкруст, Громовый крест, а также студенты различных студенческих корпораций, ходившие в состав студенческих корпораций. Среди них в первую очередь особой активностью отличались корпоранты из корпорации Литония. К октябрю 1941 года примерно 30 тысяч местных жителей, в основном латыши, служили в различных полицейских и карательных формированиях на территории Латвии. Во всех оккупированных европейских странах были коллаборационисты. Однако количество участвовавших непосредственно в преступлениях против человека не имеет себе равных именно на территории Прибалтики и Украины. 1 июля 1941 года в Риге было объявлено об организации латышской вспомогательной полиции. В тот же день бывший адвокат Виктор Арес собрал отряд численностью 100-150 человек, который позднее вырастет до 500 человек. 2 июля командир Айзетсенгруппы А Шталекер утвердил Ареса в качестве руководителя специальной команды, которая получит название «Зондеркоманда Арес». В ее составе были бывшие полицейские, военнослужащие, а также студенты и даже школьники, среди которых были 15-летние. На руках убийц из этой команды кровь не менее 30 тысяч евреев Латвии, а затем Аресовцы прославились своими преступлениями на территории Белоруссии и Польши. Всего парнями Ареса, как их называли, было убито не менее 60 тысяч евреев. Для первых дней оккупации Риги характерны так называемые ночные акции. В еврейские квартиры врывались небольшие группы местных жителей, грабили, уводили в первую очередь мужчин и чаще всего расстреливали. Расстрелы происходили в основном в Бикернигском лесу, однако известны расстрелы, проводившиеся в Агенскалских соснах. Уже к середине июля только в Риге было убито не менее 2300 евреев. Во время ночных акций многие женщины, подверглись различного рода издевательствам, были изнасилованы. Днем евреев хватали на улицах, избивали, принуждали к различным тяжелым работам. Важной особенностью того, что происходило в Латвии, а также на территории всей Прибалтики и Западной Украины, является создание не только боевых групп, но и местных органов власти. Не по указке немцев, как это было на оккупированных территориях Белоруссии, России, Центральной Восточной Украины. Во многих местах эти органы самостоятельно начинали решать еврейский вопрос. С середины июля и в начале и середине августа началось истребление евреев в провинции. Рижский уезд был очищен от евреев вспомогательной полицией по указанию Яниса Вейда. Мартин Швагуланс и его убийцы очистили Елгову. Карлис Лоба Венспилс и Кулдику. Капитан Александр Матч с Резакной окрестностей. Наиболее известным руководителем расстрельных команд, кроме Ареса, был Вагуланс. Созданная Вагулансом после 29 июня 1941 года в Елгове полицейская команда стала первым в Латвии подразделением СД, сформированным из числа местных жителей. Но в отличие от зондеркоманды Ареса, это подразделение было расформировано через полтора месяца после окончания истребления евреев в Елгове и окрестностях. Вагуланс создал широкую сеть латышских отделений СД в властях Елговского, Бауфского, Тукумского и Екопилского уездов. Основу личного состава отделений СД составляли бывшие айсерги и полицейские времен независимой Латвии. В команде Вагуланса в конце июля 1941 года насчитывалось более 100 человек. На юго-востоке Латвии, в Латгалии, выделялась группа самоохраны в Малте. Ей руководил Харальд Пунтулис. Его группа принимала участие во многочисленных расстрелах и расправах над евреями в Резагненском и Лудзенском уездах. Уже к середине осени было уничтожено около 30 тысяч евреев. Вся сельская местность была очищена от евреев к 1 сентября 1941 года. Большую часть убийств совершила команда Арейса и ее разъездные группы, однако всегда с активным участием местных полицейских. Понятно, что без активного участия местного населения невозможно было бы решить еврейский вопрос на территории оккупированной Латвии. Вот хроника только некоторых расстрелов, совершенных в это время. 4 августа в Ракляне расстреляно не менее 450 евреев. 7 августа Литтоне – 1000 евреев. 7-8 августа Мадена – не менее 100 евреев. 8 августа Виле, Кабалви – 1000 евреев. 8 августа, видите, даже в один и тот же день происходят расправы. С Милтона – 200 евреев. 10 августа Абране – 100-150 евреев. 11-12 августа Алуксна – 140 евреев. 17 августа Лудзе – 800 евреев. 18-20 августа Даугавпилс – 2-3 тысячи евреев. 21 августа Карсова – 600 евреев. 24 августа Зилупа – 500 евреев. В крупных городах Латвии – Рига, Даугавпил, Слепая, где были созданы гетто, уничтожение евреев носило вначале избирательный характер. Расстреливали, как правило, только мужчин. В сельской местности оно было тотальным. Остановимся на событиях в Риге, где проживало наибольшее число евреев. По последней предвоенной переписи в Латвии 1935 года в Риге проживало 43 672 еврея из 385 тысяч жителей. То есть чуть более 11% всего населения. В немецкой оккупации в Риге оказалось не менее 37 тысяч евреев. Первое массовое убийство в Риге произошло примерно 3 июля, когда в Бикерникском лесу окрестностях Риги было убито около 100 евреев. Этот лес стал одним из крупнейших мест уничтожения евреев Риги. Расстрелы в Бикерникском лесу проводила главным образом команда Ареса. В тот месяц, в июле 1941 года, было произведено не менее 10 массовых расстрелов. В июле-августе в Риге расстреливали только мужчин, в отличие от малых городов Латвии, где расстреливали сразу целые семьи. В начальный период среди жертв были также и неевреи-активисты советской власти. 4 июля 1941 года в Риге была сожжена большая хоральная синагога. В ней заживо было сожжено от 300 до 400 тысяч евреев, в основном беженцы из Литвы. Сожгли синагогу парни Ареса. В тот же день были сожжены вместе с согнанными в нее евреями Старо-Новая синагога, Белорусская синагога, Солдатская синагога. В синагоге по улицу 163 погибло около 30 евреев вместе с Равином Киловым. При сожжении Белорусской и Старо-Новой синагоги евреи отказались надругаться над свитками Торы и пытавшихся сопротивляться или выпрыгнуть из окон горящей синагоги «Убийцы убивали дубинками». 25 июля 1941 года началась перепись евреев Риги от 14 до 65 лет. Всех записанных распределили по профессиональным группам и стали отправлять на принудительные работы. С 28 июля 1941 года евреи были обязаны носить на груди желтую шестиконечную звезду диаметром 10 см. К 1 августа в Риге было зарегистрировано 24 625 евреев. В том же августе приступили к созданию Рижского гетто в московском районе Риги, в московском Фордштадте. Началось переселение туда евреев. По сведениям генерального комиссара Остланда Дрекслера, рейхскомиссару Остланда Лозе, от 20 ноября 1941 года в Рижском гетто проживало 29 602 еврея, из них детей до 14 лет 5 652. 25 октября гетто было окончательно огорожено, и его ворота закрыты. Внешняя охрана гетто была поручена латышской вспомогательной полиции. Была в гетто создана и еврейская полиция под руководством Розенталя. В ней было около 80 вооруженных резиновыми дубинками мужчин, которые должны были следить за порядком и о мерах по светомаскировке в гетто. Руководство гетто Юденрат находился в здании еврейской школы по улице Лачплиша. Юденрат отвечал за исполнение указаний немцев и организацию жизни евреев в гетто. Председателем рижского Юденрата был адвокат Илья Шов, членами Юденрата – врач Блюменфельд, адвокат Эминц, Эвельсен и некоторые другие. Почти все члены Юденрата погибли вместе с остальными узниками гетто в первой массовой акции уничтожения 30 ноября 1941 года. Из евреев формировались рабочие команды, которые строим в сопровождении охранника, в 7 часов утра уходили к местам работы и возвращались к 18 часам. Работающие евреи не получали денег, а работали только за продуктовый паек, который они получали в гетто. Некоторые евреи получали желтое удостоверение личности и могли выходить на работу за пределами гетто самостоятельно. Другой формой размещения еврейской рабочей силы в Риге были дома-казармы вблизи мест работы. В Риге в разное время евреи работали в аэропорту Спилово и на цементном заводе, в Слоке на торфоразработках. Одна команда работала в старом городе и занималась ремонтом бывших еврейских квартир, теперь предназначенных для заселения либо местными жителями, либо оккупантами. Группа евреев работала в швейных и обувных мастерских СД, другая работала при штабе Розенверга и занималась сортировкой и отправкой в Германию награбленных в Латвии культурных ценностей. Евреи работали в сборном санитарном пункте, работали на ремонте средств связи, на железной дороге. Несколько рабочих групп евреев трудились при различных воинских частях и гаражах СД. Медицинской помощью в гетто руководил выдающийся врач-хирург профессор Минц, впоследствии погибший в Бухенвальде. Ликвидация Рижского гетто произошла в течение двух акций, 30 ноября и 8 декабря 1941 года. Узники были расстреляны в Румбульском лесу неподалеку от Риги. Расстреливала евреев Риги, специально привезенная из Киева, команда немцев решился на такой шаг. Участник, один из организаторов расстрела евреев в Бабьем Яру, руководитель СС и полиции в Рейском миссариате Остланд-Екель. Место расправы убийств доставляли к месту убийства арейсовцы и местные полицейские. Они же убивали на территории самого гетто и при конвоировании колонн обреченных в лес. 8 декабря был убит крупнейший еврейский историк Дубнов, который продолжал работать над своими трудами и в условиях гетто. В Румбулы в ходе двух акций расстреляли примерно 25 тысяч евреев. Всего там было расстреляно 27 800 человек, включая евреев из Германии, привезенных в ночь на 30 ноября 1941 года и около 300 советских военнопленных. Одежда, расстрелянных 30 и 8 декабря, была тщательно отсортирована и вместе с мебелью из гетто поступила на специализированные склады, откуда часть имущества отправлялась в Германию. Другая часть имущества распределялась по специальным спискам для работавших в немецких учреждениях, а также поступала в магазины, где их покупали местные жители, зная, что это вещи убитых евреев. Ограблению подверглись синагоги. Вся серебряная утварь по приказу немцев была передана им. То, что оказалось не нужно немцам, молитвенники, книги, свитки Торы были сожжены, а некоторые свитки были использованы местными жителями для хозяйственных нужд. В живых оставили около 4 тысяч мужчин, которых использовали на различных работах, на складах, в гаражах, железной дороге, строительстве, в порту и нескольких заводах. 300 женщин были записаны портнихами, жили они в так называемом Малом гетто. В 43-м году евреи из Малого гетто были переведены в созданный весной 43-го года концлагерь Кайзервальд. За несколько недель перед освобождением Риги в октябре 1944 года нетрудоспособные узники были убиты, а большая часть трудоспособных переведена в концлагерь Штутгов, несколько групп в Бухенвальд и Дахау. Одной из особенностей событий катастрофы в Латвии было то, что Рига, так же как и Минск, были избраны одним из мест уничтожения западных евреев. Первые убитые в Румбулу евреи не были рижанами, это были немецкие евреи. Их привезли поездом из Германии на станцию Шкиротова в Риге 29 ноября ночью. 942 человека из них расстреляли в Румбулу утром 30 ноября. Всего в Латвию было депортировано 24 тысячи евреев из Европы и около 11 тысяч из них погибло. После того, как на территории Польши в действие вступили лагеря смерти, поток евреев из Европы в Латвию прекратился. Только последняя группа европейских евреев, около 5 тысяч еврейских женщин из Венгрии, прибыла в Ригу летом 1944 года. Тогда же в Ригу было отправлено около 500 человек евреев из Каунаса и Вильнеса. В 1944 году на месте массовых убийств с целью скрыть следы преступлений во многих местах Латвии появились группы из специальной зондеркоманды «1005», которой командовал штандартенфюрер Бловель. В эти группы включали смертников, евреев и советских военнопленных, массовые могилы раскапывались, останки жертв сжигались, а потом участники этой работы расстреливались там же. Когда 13 октября 1944 года в Ригу вошла Красная Армия, в живых в городе осталось около 240 евреев, совершивших побег и спасенных местными жителями. 50 человек, 50 евреев из них, это абсолютно беспрецедентный случай, спас рижанин, рижский рабочий Жанни Слипки и его жена Иоганна. За спасение евреев в Латвии официально звание праведник народов мира присвоено более 120 гражданам из Латвии. Среди них более 70 латышей, а также русские, поляки, немцы, гречанка. По вероисповеданию среди них католики, лютеране, православные, старообрядцы, баптисты, адвентисты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok